Доброе утро! Доброе утро, Дмитрий Леонидович! Теперь понятно, почему депутаты не видят проблем народа. Что с вами случилось, Жень? Откуда эти синяки? Анекдотическая ситуация. Делал уборку и встал на швабру. Дважды? Вы же знаете, я последовательный политик. Язык депутата – это иеруклиф. В одно понятие «последовательный» вмещается несколько. Тупой, недалекий, слабоумный… Мое почтение, Дмитрий Леонидович. Павел Денисович, жму руку. А вот с этим проблемка. Павел Денисович, вас-то как угораздило? Вчера черт дернул покататься на велосипеде. Колесо попало в яму, и вот результат. Будь проклят этот «Автодор» с его гребаным начальником! Управляйтесь, Павел Денисович. Многогранная личность. Сам лоббировал назначение своего брата на должность главы «Укравтодора», для того, чтобы потом его материть. Доброе утро, Дмитрий Леонидович. Доброе. Вадим Игоревич, ну слава богу, хоть с вами все в порядке. Хорошего дня. Спасибо. Все будет хорошо. Что это? Такое ощущение, что наши избранники ехали на работу сегодня без охраны, еще и в общественном транспорте. Это флешмоб? Флешмоб под названием «Мечта украинца»? Трудно представить, чтобы депутаты сделали что-то одновременно. И как бы это безнадежно не звучало в стенах Верховной Рады, давайте попробуем докопаться на истины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Добрий день, шановні коллеги. Сьогодні дуже багато важливих питань, тому я почну з головного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Депутатов. И не нужно блокировать трибуну, депутат Бриль. И не нужно со мной сперечаться, потому что я тоже умею, знаете. Что вы сказали? Я сказал «доброе», шановный пан спикер. Что тут происходит, а? Может, вы мне скажете, что тут происходит, а? Почему они уже второй неделю проводятся так, как на конкурс «Юм на леди-2016»? А может быть, в Раде работает какая-то тайная комиссия? Не смешите меня. В Раде все тайные комиссии назначаю я. Ничего не планируется. Вже десята часа, а в Раде еще не было жодної бейки. Это, наверное, разыграш, да? Где приховані камеры? Куда помахать рукой? Ну все, спекся наш спикер. Крыш совсем поехал. Да. Это дольше предыдущего продержался на целый месяц. Игорь Ефимович, это не розыгрыш. Это я уже понял. Депутат Хренов, может, вы объясните мне, что тут происходит? Ну почему я? И свободу. Да. Игорь Ефимович, это очень странно слушать такие вещи от человека, которая еще вчера гасила сигареты об Брилля. Депутат Бриль, ваша фракция в этот час всегда блокирует трибуну. Депутат Бриль. Депутат Бриль. Депутат Бриль. Депутат Бриль. Депутат Бриль. Депутат Бриль. Офиг prim Rio. А когда я вернусь, то я снова хочу увидеть перед собой У jullie правильный парламент, allahю с幾ым государством, которыйười не может найти понимание в критической ситуации, чем произошло. Господин白 Jade, а зачем так сложно? Потому что, конечно, с таким формулированием Европа даёт нам деньги. Все! Я вам кажу, Дмитрий Леонидович, в рай еще скурится. Сдавится. Простите, это исключительно моя еда. Вы все пометили, а? Под ножком? Да нет. Раніше он бы мне за все уже в горду дав. А теперь? Ніякої реакції. И вот еще. Это я нашел в доме ради. Законопроект 17.323, я бачу... Да нет, вы с другой стороны читайте. Экономно. Приглашаем на сегодняшние поединки бойцовского клуба председателя. Ага, бачите? Вони там ночи бьються. А зранку приходят в раду такі спокійні, спокійні. Наш премьер-міністр після траншу. Я навіть став почувати себе зайвим. Раніше, як було? Я... Я зупиняв бійки. Я... Я кривався, розумієте? Я закликався до праці. А тепер... Тепер навіть моя маленька донь. Вона каже мені... Так. А що ти взагалі робиш там у себе в раді? Ну, ви так не переживайте. Це... Це не єдинний случай, коли діти депутатів не понимають, чем їх родители зарабатывают на життя. Я вас дуже прошу. Бутро Оленидович. А ви з'ясуєте, що це за клуб такий, а? І головне, хто за цим стоїть? Я крайне неловок сьогодні. Тисячу ізюмів. Господи, як це можна терпити, а? Ітак, що ми імеємо? Ми імеємо сомнительний пригласитель. Якобо существуючий бойцовський клуб. І ізжога. Последній мене вовуть більше. Тому будемо решати проблеми по мере їх поступлений. Шорше де фа. Светочка. Скажіть, а ви в последній час нічого странного не замечали? Депутат Бачко вже втору неделю не берет первая. А Галина Ходякова із фракції «Женщина за осінну талию». Берет якобы простой салат из листья. На самом деле втихаря жрет московскую колбасу. Кстати, тегнебур із націоналістів. Вот эту колбасу і поставляє. І... Светочка, це знають всі. Мене інтересує щось ще. Наприклад, хто в последній часі стал більше їсть белка? Белка? Така... Есть такой. Павел Павлович, я смотрю, ви перешли на спортивне питання. Пришлось. Мене теперь очень много сил надо. Конечно, чтобы работать в ради мозги не нужны. А позвольте узнать, зачем? У меня сейчас, что не вечер, то поединок. Которым я обязан хотя бы три минуты продержаться. Даже скучно. Так быстро раскрыть дело. И что за поединок? Жена у меня новая. На 25 лет моложе. Вот и приходиться быть каждый вечер таким... Ну, как будто только что из армии вернулся. Жена... В смысле, поздравляю. И желаю долгих минут... Да что ж со мной такое сегодня. Долгих лет совместной жизни. Приятного аппетита. Спасибо. Осечечка вышла. Да, осечка. Да, Коломбо я пока не дотягиваю. Впрочем, как и Кирюк, до трех минут. А, мать, может накапаешь что-то в лечебных целях? Ты что, с ума сошел? В семь утра. Давай кофе пей. Я тебе американо сделала. Американо. Ничего у вас русского не осталось. Может, какой-то рассолу налей? Нет, больше рассолу. Мне на твои похмелья никакой консервации не хватит. Ты мне лучше скажи, это правда, что Верховная Рада по ночам бокс устраивает? Понахватывались этих слов иностранных. Бокс, фокс, кокс. Язык сломать можно. Не бокс это, а толковище неистовое. Да кровяки. Пап, подай джем. Какой джем? Вообще язык родной забыли. Повидло это русское. А джем твой из польских яблок гусеницами в поле давит. Хорошо, подай тост с повидлом. На пять двадцать пять. Не тост это, а хлебушек. Жареный из хлебожарушки. Вообще язык предков не чтите. Вот это что на тебе надето? Кардиган. Кардидурок ты! Кофта эта. А под ней косоворотка. Мать твоя похлопотала. Да на заре на печи утюг чугунный разогрела. Она еще поглаженная была. Она специально помятая. Так модно. Русскому человеку модно морду помятую носить. А на косоворотке всегда должны быть стрелки наглажены. А ты ходишь как клоун. Это скомарок юродивый. Вместо того, чтобы умничать, лучше бы сыну загляну в дневник. Между прочим, он вчера единицу по истории принес. Кол, что ли? Так вот без колов для задниц вражьих и истории бы русских то не было. Молодец, сынок. Ступай в школу. Хохлушек за косички дергать. Спасибо, что попотчивали яствами разными да разносолами. Ладно, где мой рюкзак? Какой рюкзак? Какой рюкзак? Ну хорошо, портфель. Какой портфель? Твой прадед за азами доведания в школу с берестяной сумой ходил. Да ты меня уже за**ал, папа! Со своими тренингами, долб*****ми! Ты что это сейчас сказал? Ты что сказал? Ну все, все, прости. Я не специально, сама вырвалась. Чтобы в моем доме никогда я больше не слышал этого слова тренинги. Ясно? Свободен. То есть то, что матом загнул тебя не волнует? А что? Я извиняюсь за слово, не какой-нибудь Сленг, а великий русский мат. Молодец, сын. Моя кровушка, б*****. Лейбер. За последний час я опросил двадцать депутатов. Узнал, что у жены жуй воды новые губы. Что у Хренова крутят ногу на погоду. И что у Катечки Дениса ее слов диплом гуманитарческих наук. А по делу ноль. Ну что ж, придется воспользоваться методом украинского МВД. А именно методом тыка. Иван Демидович, а что вы слышали о бойцовском клубе? Иван Демидович, я вам советую купить слуховой аппарат. Иван Демидович, а что вы слышали о бойцовском клубе? Иван Демидович, держится. О, держись. Иван Демидович, держи. Иван Демидович, держи. Восхищаюсь. Хочу развеять еще один миф о наших депутатах. Мозги у них все-таки есть. Первое правило бойцовского клуба – никому не рассказывать про бойцовский клуб. Второе правило бойцовского клуба – никогда никому не рассказывать про бойцовский клуб. А мое правило бойцовского клуба – если вам очень хочется рассказать, то можно и рассказать. Дмитрий Леонидович, я сейчас все не расскажу, но я просто лопну. Ночью после заседания они собираются в зале Рады. У них в клубе есть председатель, говорят страшный человек. Не то чтобы урод, хотя может быть он и урод. Просто его никто не видел, он постоянно в маске. А еще я хотела сказать, что… Ставлю на голосование закон 17.5. Решение принято. Ставлю на голосование поправку до закону 84.17. Я повторю. Мы голосуем за закон 84.17. Решение принято. Решение принято. Я чувствую себя диспетчером на вокзале. Так я буду скоро совсем не потребен. Поезд «Верховная Рада. Пенсия» прибывает на первую очередь. Решение pullёл на Bazиридон. Читая брось的 есть, массажỗ, декоративный, З B Катыри. Продолжение следует... Публичный дом – единственное место, где депутат может действительно побыть слугой народа. Причем за свои же деньги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господин Бирюк, или вас теперь лучше называть Тор, но вы же народный депутат Украины, женатый человек. Вам не стыдно, что вы посещаете публичный дом? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стыдно. Стыдно. Должно быть вам, господа журналисты. Потому что своими действиями вы срываете секретную операцию по искоренению проституции в нашей стране под кодовым названием «Молот Тора». Вот это и есть ваша секретная операция? Да. Это оперативная съемка. Для того, чтобы поймать преступника, для этого нужно спать с преступником. Вы имеете в виду мыслить как преступника? Молодой человек, я народный депутат двух созывов. Вы думаете, я не умею мыслить как преступник? Устроили здесь допрос пристрастием, понимаешь ли? Ну, суды по фото, допросы вам нравятся. Или вам больше нравится, когда их устраивает госпожа. Товарища полковника, прошу не трогать. Человек работает под прикрытием. Ему, ей труднее всего. Так чем же суть этой секретной операции? Вот, наконец-то вопрос по сути. Ну, прекрасный вопрос. Просто отличный вопрос. Вспомним слоган моей предвыборной кампании. Сохраним семью, сохраним страну. И пока я там, с вот этими девушками, ни одна из них не разрушит крепкую украинскую семью. Если вопросов больше нет, а я вижу, что их больше нет, я пошел спасать две, даже три украинских семьи. Извините, работа. Браво! Дмитру Альяниновичу, ну, як? Вам удалось еще з'ясувати, а? Конечно. Ничего серьезного. Так, раз-два после работы подрались в зале, назвали это все бойцовским клубом, а председателя вообще никакого нет. Правда? Правда? Ну, вы меня заспокоили. Хотя, знаете, как-то все одно душа не на месте. Розумієте? Рада стає не керованою. Вот раніше как было? Ну, не подобается тебе законопроект. Ну, сказав два-три слова, все, мордобий, блокование трибуны. И я свою справу сделал, и глядачей біля телевизоров тоже задоволен. А теперь? Да, надо вернуть старые добрые времена. Только как это сделать? Вы абсолютно правы, Игорь Ефимович. Конечно, нужно поставить на голосование такой закон, чтобы от одного внесения в повестку дня начинался моментальный мордобой. Так! И что, это должен быть за закон? Ай, ёбудь! Верно! Как я не надумался? Вы же гений, Игорь Ефимович. Это должно быть ганебный, суперечливый, способный спровокировать хаос в нашей Раде. Закон про вильный продаж нашей ревной украинской земли. Зараз будет такая бийка. Навіть кращая, чем была, когда мы принимали закон про защиту бийок. Голосуем. 350? Пане Бриль, вы что, тоже голосовали за? Так вы же сказали, что вы против того, чтобы отдавать нашу ридную украинскую землю иноземным олигархам. А я патриот. Я просто думал про наших ридных олигархов. Согласен. Дмитрий Лединович, ну что же вы мовчите? Ну скажите вы хоть еще не будь? Уважаемые коллеги, конструктивно поработали и приняли неоднозначный, но, наверное, очень необходимый закон для ускорения реформ нашей стране. Поздравляю! Вот же решение принято. Мы побачим, а можем наведем и прощавайте. только что был принят очень важный для кого-то закон. Этот председатель оказался хитрее, чем я думал. Провернуть такое у всех на глазах, да еще и так, чтобы никто ничего не понял. Такого негодяя еще мир не видел. И не увидят. Сынок, сынок, очнись и добей него! Сынок! Давай! А сейчас у рынка народный депутат Украины Бацюк и наш председатель! Мочи его! Бацюк 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 Мелый, мелый, мелый! Да-а-а! Мелый, мелый, мелый! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова